Ну и всем привет еще раз. Только одна рука твоя. Все, что, построй что-нибудь там пока. Всем привет еще раз. Ну вот, обед у нас будем кушать. Наташенька, ай да кушать. На обед у меня сегодня тот, что салатик я вот утром резала, я его весь сюда выложила, потому что я точно знаю, что доча не будет. То есть, у меня тарелка правильная. У меня здесь ровно, вот ровно-ровно 150 грамм куриной грудки. Это вот то, что мы курочек запекали. Я сегодня взяла просто грудку. Вот 150 грамм через весы. И получилось у меня, короче, 320 грамм здесь, 320, да, грамм салата. И я, видите, он практически не видно, что он чем-то там, потому что здесь 20 грамм майонеза. Все-таки я захотела майонезик, и здесь 20 грамм майонеза. Вот такое вот соотношение мяса к салату. Значит, больше салата. Все, приятного всем аппетита. Вот так. Чем удобнее, не знаю. Сейчас, сейчас и спробуем. 20 грамм, конечно, они чисто вот для смазочки идут, но посолила, плюс майонезик, и уже помидорчики, огурчики, сок дали. И он уже сочный. Я вам покажу. Майонеза вообще не видно. Но здесь 20 грамм майонеза есть точно. Вообще, вот уже длительное время я очень люблю зелень. И в основном здесь действительно зелень. Вы видели здесь огурчик 100 грамм, и помидорчики 100 грамм. Но помидоры я использую очень редко. Прямо очень-очень редко. Представляю. Сейчас, как увидит, вот столько салата. Скажет, ай, фу! Ну, это так вкусно. Реально. Девочки, у кого повышенный вес, снижайте вес. Худейте. Я это поняла только, знаете, когда букет валячик насобирала. Вот реальный букет. А потом дошло. Хорошо, если до кого-то доходит, это быстро. До меня нет. Ну, знаете, как говорится, лучше поздно, чем никогда, да? Девятнадцатого июля. Первый день мы начали с Олечкой худеть. Поэтому я вам сегодня искал. Подождите, 4-5. Вот девятнадцатого будет 5 лет. И все это время мы стараемся. Ну, аж грудь, она у меня носится со своим полтинником. Если 56, мама, я толстая. Ну, конечно, всем бы быть такими толстыми. Сегодня решила покушать только грудку. Как-то вот грудка, она всегда, может, я ее не умею готовить, но она всегда как-то самая, ну, и умею, чтобы она была и сочная, и все, но вот если из всей курицы брать, и всей тушки, грудка все равно, она самая какая-то суховатая. И вот если у нас едят, вот целиком вот мы жарим, если кто-то считает, что ему излишняя вот эта порция курятины, то оставляет почему-то грудку. Поэтому я сегодня посмотрела, у нас одна курица с тремя грудками получилась. Я думаю, дай-ка я съем эту грудку. Но не всю. Просто через весы пропустила, а салат обалденно вкусный. Я его посолила. Кстати, вот солью тоже пользуюсь. Либо морской, либо розовая гималайская соль. На фоне, слышите, тишина. Дочи дома нету. Поехала в магазин. Съездить надо. Мама, я сейчас приеду. Мне вот есть захотелось. Позвонила сейчас. Говорю, слушай, ты мне не звони. Сейчас приеду тоже будет кушать. У нас очень жарко, но не так, как вот дня два назад позавчера. Или будет позавчера браки были. До семидесяти тебя работали. Да ладно тебе. Реально до семидесяти? Да ладно. Или мой термометр гонит? Твой термометр гонит? Нет, вроде есть. Глеба, угомонись. Термометр всегда просто дозревает. Фантазер. Да мне термометр всегда ровно не стал дозревать. А у меня такая, знаете, для себя новость приятная. Я жилет закончила невестке вязать, но осталось обязательно горловину, полочки. Но здесь я буду прям никакой ли широкие полочки делать. Широкую обвязку, узенькую. Вот. И рукава. Но сегодня мы постирали его. Я вот для себя такой вывод сделала. Прежде чем обрабатывать, мне кажется, надо постирать, расстелить, чтобы он весь разлегся, как надо. А потом смотреть, где чуть-чуть подтянуть, когда обвязываешь, где чуть-чуть расслабить. Вот так. Ну, в общем, сушиться лежит. Ну, так как жарко, он сейчас... Да. Он сейчас к вечеру просохнет, и можно будет обвязывать. Я уже нашла такой хороший... Ну, для меня очень интересный. Говорит, Суночек, Олечка, Гриорь, я тебе еще хочу связать один жилет. Он говорит, пожалуйста, разрешила. Пускай у меня будет несколько жилетов. Сегодня этот, завтра этот. По настроению. Мясо это, вкусно очень тем более своя курочка знаешь как ты растил чем кормил но салат здесь тоже все свое да просто дети знают что я очень люблю зелень базилик мангольт рукава петрушка укроп в этом году кинзу что-то не посадили не посеяли упустили время как-то кинзу не оля вообще травы не любит только кинзу признает а я вот всю травку не мне она очень нравится а глебка за компьютером машины строит закончил и кабину сделал кстати сидит за ноутбуком получается у него вот если что-то он строит настолько красиво получается даже надо будет в этом вот считаю где калории у меня программка по секрет вот в ней очень удобно считать там тебе выдадут и клетчатки сколько ты съел и жиров белков жиров углеводов и калории и процентное соотношение всего этого прямо классно я когда забивала все это думаю у меня в сутки это предложение думаю майонеза 50 грамм забила а вот 20 хватило сочный сочный салат очень сочный не знаете это просто кто-то зелень не любит это дело времени реально дело времени насколько я терпеть не могла всю эту зеленуху я ее не ела никогда никогда в своей жизни я не ела зелень вот ни одного кусочка ни одной веточки а вот когда стали худеть понемногу 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 вначале знаете как в нагрузку но это надо это просто надо а потом вы знаете чуть чуть побольше мне не хватило зелени мне не хватило больше 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 и теперь я как-то больше даже зелени им чем вот чего-то основного и мне это нравится саша звонит сейчас уже мама приедет у меня раньше папа сядет под у нас груша росла под ней стол он сядет на стул под за этот стол груша рвет и ест столько много ел куда куда в него лезет а вот сейчас груша это ну один из любимых моих фруктов я люблю все абсолютно все же вы знаете раньше мы авокадо брали ну вот если какая-нибудь компания застолье у нас намечается какое-то торжество авокадо во многих салатах присутствует да это такой фрукт которую вот его куда в какой салат его закинешь вот тут тот вкус принципе принимает а вот сам по себе я всегда смотрел он 0 абсолютно безвкусный а вот последнее время стала кушать авокадо половиночку допустим съешь это нормально где комментирует настолько вкусный авокадо настолько вкус сливочный вот если мягкий авокадо вот настолько вкусный вот вкус от реально сливочный оли давала проба там ой фу ой фе ой бе ни в какую а мне сейчас я просто не надо мне куда-то в салат я могла вот сюда покрошить мне не надо я утром с чувством с толком с расстановкой с таким кайфом ложечку берешь из этой половинки прям как мороженку это очень вкусно очень-очень поэтому я сейчас ем все вчера разговаривали с невесткой я заканчиваю жилет сейчас как закончил приедем в гости тогда уже здесь осталось два-три дня и закончим ну и вот она говорит ой вы знаете а у меня капуста выросла в кальрабе ой вы знаете а у меня еще нету в кальрабе да с качальчиком вот этот качальчик плотный да кальрабе знаете она настолько вкусная она говорит вы приедете я вам дам у меня говорит уже есть мы уже прям салаты делаем оле вот она например тоже не понравилась а мне страшно понравилась вкусная так что поедем в гости у нас еще в кальрабе угостят кальрабе кальрабе я сейчас ем все во всяком случае даже если что-то мне не знакомо я пробую все что создано природой все полезно это да это да мне сегодня женщина одна пишет первый раз слышу о зелени мангольд я тоже не так давно об этой зелени услышала почему я услышала я вам честно скажу потому что я сейчас настолько много всякой разной зелени ем вот мы в магазин заходим который семенами торгует и я начинаю глазами что где новенькое для меня для моего глаза я то уберу и мы садим у меня вон уже сельдерей на подходе свой сельдерей у меня сельдерей капуста кальрабе лук зеленый укроп петрушка рукола базилик мангольд укроп сказал а нет ну короче укроп угу вот так зелень зелень валов и вот мангольд я не так давно да в прошлом году я его первый раз посадил вот я его в прошлом году посадила мне понравился я его правда в неудобном месте для него посадила видимо ему там плохо было вот настолько зачухмаренные были вот эти листики он все равно их щипало в этом году мы посадили у нас баллоны большие баллоны вот автомобильные вот эти вот вот для зелени у нас баллоны да взять их там в общем вырезал красиво покрасили их в разноцвет в общем красивенькие такие клумбы для зелени вот один у меня полностью засажен этим мангольд один базилик один петрушка и вот так далее вот и в прошлом году я мангольд посадила просто что-то в грядочку и там не очень удачная грядочка я туда сажу все всю зеленуху ему там было плохо но я все равно ела а вот сейчас в баллоне листья такие крупненькие хорошие он очень сочный ну вот например я сказала про мангольд мне олесь это невестка говорит а мне не очень в принципе говорит свекла нет он на вид как свекла свекольные листья а так мне кажется вкус нет короче мне он понравился хотя бы мне эта зелень понравилась тем очень очень сочная листья очень-очень и не надо там целиком вырывать я вот пойду нащипаю этих листиков с разных кустиков знаете они когда ломаются аж трещат они очень сочные например я для себя знаю что я мангольд буду теперь всегда садить вот так больше всего этот раз Саша смеялся он говорит Саша у тебя осталась еще какая-нибудь травка он говорит да покажи у нас один баллон свободно еще посеять там он выкладывает эти пачки семян они у него в мастерской там хранятся выкладывает а там базилик ереванский базилик там какой-то сиреневый шар базилик такой он говорит мам кончайте уже за это коллекционировать базилик мне нравится он у меня этого базилика выше крыши честно сказать я вот когда выкладывал вот этот салат да через весы я посмотрела думаю не осилю тем более я его уже ведь перемешала и вот такая огромная такая гора стебель толстый мне кажется я бы салату еще поел так но вот он и и и и и и и слава тукать пирс а а а а а а а уновилась вот так все, всем большое-большое спасибо, огромное спасибо большое спасибо за то, что вы у меня есть что знаете, ну я так понимаю, люди, которые вот с открытой душой вот так вот, с добром, мы с вами на одной волне дай бог вам всего хорошего, всех вам благ, здоровья, мира в душе, тепла, семье вот, чтобы все-все-все было хорошо всем пока-пока пока-пока